Приветствую вас, аноним. Давайте разберём вопрос, который позидают. Я бы сказал, что первое, что вот бросается в глаза очень сильно, это то, что несколько сумбурно у вас получился. Текст сумбурно получился. Несколько нарученная хронология, несколько всё так в кучу свалено. Вот, ключевых моментов несколько. Первое, это то, что вы ссоритесь. Как правило, ссоры возникают из чувства страха. Как правило. То есть страх, удивимость определённого рода. Слабость, слабость тоже определённого рода. Вот. И нежелание, ну, показывать человеку, да, своё такое вот состояние. Состояние, что у меня плохо, что я чувствую себя слабым. Слабым или слабым. Вот и так далее. Это вот, как правило, работает. Так, так. Следующее, это вина, что появляется, как правило, в контексте, подавленной злости. Вот. Что появляется, как правило, в контексте подавленной злости. Вот. То есть, ну, когда не происходит выражение гнева. Своевременного гнева не происходит выражение. Никогда не происходит выражение, ну, своевременного какого-то такого негатива. Ну, то, что... То, что человек может считаться негативом. Я бы так сказал. То есть, тут, как мне кажется, надо бы, ну, поисследовать этот момент вам для того, чтобы для себя определить. Во-первых, из-за чего вы можете бояться, чего вы можете опасаться. Вот. Что вы можете пытаться скрыть, да, то есть, как бы, ну, ссоры, из-за чего, из-за чего возникали ссоры и так далее. Соответственно, что случится с этим быть, что называется, в контакте. Потому что это важно, и поэтому вы не сможете наладить отношения с своим мужем. От слова никак. Дальше. Значит. Проблема личных границ, потому что вы говорите, что чек-чек сами потолкнули на то или иное. Мне кажется, что, ну, в какой-то степени здесь вы обидцениваете им своего... Тот, во-о-о-о... Мужем? Вот. Вы его обстретен, потому что, ну, потому что вы... Вы, ну фактически, вы отрицаете его возможность самому решать то, что он хочет, по сути, вы отрицаете, как мне кажется, таким образом его способность некоторую сторону, что он самостоятельно принимает решение и, вероятно, вам это было бы не очень приятно, не очень приятно было бы, вероятно, осознавать, что человек сам принял решение сделать то, что сделал, а дело именно вам, мне кажется, что в какой-то степени вы это обесцениваете, вот. Ну, не то, что бы, я считаю, что вы это делаете специально, вот, я понимаю, что вероятность, вероятность, что вы это делаете не специально, вот, и я понимаю, что вы, вероятность всего делать это, ну, потому что вам, ну, так привычно, но тем не менее, тем не менее, на мой взгляд, имеет смысл себя разобраться, вот, чтобы, ну, четко достаточно, ага, замечать, что происходит, например, допустим, с вами, что происходит, там, например, допустим, с вашим мужем и так далее. Вот. Дальше, вы говорите о таких, ну, достаточно важных моментах, связанных с прощением человека, то есть, ну, вы говорите, что вы простили, значит, своего мужа за измену, вот, вы говорите, что вы помирились, вот, но, честно говоря, я не очень понял, а как это у вас происходило, то есть, как происходило, вот, то есть, ну, то есть, ну, как это происходило, как это произошло? Мне кажется, это очень важный момент, на который вам нужно обратить свое внимание, потому что сейчас у меня есть ощущение, есть основание полагать, что вы, ну, не до конца, не до конца понимаете, вот, что происходит между вами, да? То есть, почему муж реагирует вот таким образом, почему я реагирую таким образом, вот, и так далее. То есть, это вот все такие достаточно важные нюансы, на которые вы, вероятно, не привыкли обращать свое внимание просто-напросто. Вот. То есть, внимание на это обратить надо было бы, но вы, в силу ряда причин, на это внимание не обращать, ну, не привыкли к нам обращать внимание, да? Или вот что-то еще такое, такое-то. То есть, это, ну, на самом деле, не сказать, не сказать, чтобы это прям столь было важно, но тем не менее, тем не менее, Да? Вот. Теперь, что касается обид, пожалуй. Вот, что касается того, что вы говорите про обиды, свои, что касается именно обиды. О-о-о, это, наверное, в первую очередь, некоторые, некоторые ожидания от человека. То есть, соответственно, когда ожидания несколько не соответствуют реальности, то возникают сложности, возникают проблемы, возникают фрустрации, возникает негатив. Вот. Это само по себе нормально в какой-то степени, да? Вот. Во-вторых, во-вторую очередь, это, это страх. Потому что здесь есть, ну, борьба с принятием своего, своего определенного состояния, вот, которое может быть у меня. То есть, я не понимаю, вот, какого-какого-то своего состояния, и не могу это состояние принять. Ну, мне сложно или больно его принять, по той или иной причине. Вот. По той или иной причине я это состояние не понимаю, и пытаюсь с ним как-то вот бороться с этим состоянием. Ну и, соответственно, борясь с этим состоянием, вот, я, естественно, испытываю довольно такой сильный негатив, да? Испытываю достаточно сильное напряжение, напряжение, например. Вот. Вот. То есть, мне кажется, что в этом вам нужно помочь разобраться. Ну, мне так кажется. Вот. Значит, справляться с обидами не нужно. Именно справляться с ними не нужно. Мне кажется, что достаточно будет, если вы научитесь замечать то, что вы чувствуете, если вы научитесь замечать то, что вы ощущаете, и привносить это в общение с мужем, не обманывая себя и его какими-то другими реакциями по типу сложности, по типу агрессии, по типу негатива, какого-то, и так далее. А вот там, что сейчас, основная проблема в том, что вы не совсем, вероятно, себя чувствуете. чувствуете. Ну, это и все. Осознавание. Осознавание того, что с вами происходит, у вас, вероятно, вероятно, нет. Вероятно этого сознания у вас нет. Вот. Это важно. Это важно. Это важно. Это очень важный момент, потому что, ну, без него, да, без этого момента вы не сможете быть человеком искренним, искренним, в полной мере. Вот. Ну, то есть это невозможно, невозможно быть искренним, искренней в полной мере, да, если, может быть, самостоятельным, нет понимания того, что со мной происходит, того, что я чувствую, того, что я ощущаю, вот, того, что я хочу. Например, например, например. Вот. То есть это, ну, вот, такие моменты здесь. Я бы хотел, чтобы вы постарались на этом зафиксировать, в том числе свое внимание. Вот. Значит, дальше я не очень понял, что произошло. Вот. Вот еще один важный момент, на который хочется обратить ваше внимание. Это момент, что вы довольно много касаетесь сути. То есть, ну, сути, я имею в виду проблематики с вашим мужем. Да? То есть вот. Из-за чего изначально начались проблемы? Ух, вообще, как они изначально начались? Что они изначально из себя представляют, эти проблемы? Когда-то у вас, я полагаю, все было хорошо. Когда-то. А потом, потом начались трудности. Потом начались, эм, какие-то, э, проблемы. Ну, между вами. Ну, между вами. Между вами. И, надо бы, надо бы понять, что это за проблем, но это надо бы определить, что это за трудности. И уже потом можно будет сказать и направить вас в сторону того, что вам хочется, в сторону того, что вам, ну, в сторону того, почему вы нуждаетесь и так далее. Вот. Я бы сказал, что так, ну, такой ответ я бы дал. Вот. Вот. Вполне вероятно, что вам, ну, от вас, точнее, э, будут нужны некоторые перемены. Что, вам нужно будет, э, ну, как-то, э, менять, э, свое отношение к себе, к жизни, вот, к людям другим. Вот. Вероятно. Ну, понятно, что, если вы этого хотите. Понятно, что, если вы, если у вас есть такое желание, такое желание, конечно. Вот. И уже, соответственно, исходя из этого, действовать, исходя из этого, двигаться, исходя из этого, э, смотреть на то, что, ну, на то, что вы можете, на то, что вам хочется и так далее. Например. Вот. Вполне может быть, э, такая штука, что вы просто, э, ну, какое-то время игнорировали себя, какое-то время, вполне вероятно, что вы игнорировали свои, свои, ну, свои чувства. Ну, вот, э, полагали и считали, может быть, даже, ну, до сих пор полагается и до сих пор считается, что жертва с тобой ради своего мужа и дограла. Ага. Я не очень понял, с кем с нами вы хотите, чтобы был ваш муж. Вот. Вероятно, речь идёт здесь про детей, про ваших. Вот. Может быть, про ваших детей идёт речь, не знаю, честно говоря. Вот. Ну, думаю, что, э, если речь идёт про детей, то с ними, э, тоже, э, необходимы, э, нюансы различные, про работу, потому что, могут быть, определённые сложности. Вот. Ага. Вот так вот, в целом. То есть, э, не совсем, э, понятно, что сейчас вас беспокоит, да? Вот. Я не могу, э, вместе с тем, не заметить, что э, вы говорите за двоих. Вот, ну то есть, вы говорите за себя и за своего мужа, вот. Ага, а мне кажется, это позиция, мягко говоря, не лучшая и свидетельствует о том, что вы со своим мужем вероятно находитесь в позиции слияния, когда между вами и им недостаточно личных границ, точнее их, вероятно, просто нет, то я рад был бы ошибаться и надеюсь, надеюсь очень, что я ошибаюсь, но практика показывает, что, ну, что это вот может работать вот таким образом, к сожалению, даже покажешься, да. Вот, поэтому если, если что-то такое есть, то это нужно, нужно поисследовать обязательно. Ну, вам, самой, для себя, в первую очередь, чтобы, чтобы лучше понимать, как и что происходит. Так что, сейчас я бы рекомендовал вам обращать внимание не на то, чтобы, возвращать своего мужа, да, вот, а сейчас я бы больше обращал ваше внимание на то, чтобы разобраться к тебе, потому что, ну, своего мужа, вы, может быть, вернете, ну, у вас, может быть, это получится сделать, а вот отношения сохранить, ну, гораздо сложнее, гораздо сложнее будет это сделать, вот, если вы себе это, словно говоря, не разберетесь. Вот, вот, вот то, что хотел вам сказать, то, что хотел вам ответить, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Наверное, это все, пока что, вот, будет здорово, если, если вы постараетесь дать, вот, какую-то обратную связь, вот, будет здорово, если вы дадите эту обратную связь, будет здорово, если вы предоставите эту обратную связь, вот, ну, тут уже на ваше усмотрение, конечно же, все-все-все. Ну, вот, удачи вам, всего самого доброго. Я надеюсь, что ваши, ваши проблемы будут разрешены самым лучшим образом.